О конфликтах говорим на самом примитивном уровне, на уровне, на котором обычно не говорят. Ну то есть мы там начинаем высокие материи какие-то идти. Еще раз повторяю, правило очень простое. Нет сил, нет жизни, нет энергии, нет отношений. Запомнили правило? И 80% людей сейчас на земле, не то что в Перми, на земле, не хватает энергии. Больше того я вам скажу, что когда у человека нехватка энергии, он проходит определенные стадии деградации характера. Первая стадия нехватки энергии у мужчин и у женщин, у женщин появляется очень много женских недостатков характера. Обидчивость, лень, повышенная чувствительность, раздражительность, мнительность, суетливость, беспокойство мыслей. Это женские обычные недостатки характера. У мужчин появляются обычные мужские недостатки характера. Грубость, упертость, напряжение сильное внутри, невозможность расслабляться, дыхать. Появляется гневливость, навязчивость психическая, сексуальная неустойчивость. То есть начинает человек бросаться на женщин. Это обычные мужские недостатки указывают на нехватку энергии. Потом следующий этап деградации, когда у женщины появляется истощение энергетическое, и она становится как мужчина. У нее появляется грубость, она становится холодной. У нее появляется нежелание заниматься домашними делами, хочется на работу. Потому что на работе женщина отдыхает психически, а дома работает. А мужчина на работе работает, а дома отдыхает. То есть что женщина хочет на работе? Она хочет общаться, отношений, делать что-то приятное, интересное. Она там не работать хочет, она хочет там наслаждаться жизнью. Поэтому она ищет такую работу, которая бы ей приятна, интересна была, чтобы восстанавливаться. То есть она вообще уже не может домашние дела делать, она лезет в работу. Почему? Потому что истощение такого уровня. Мужчина не может работать, он сидит дома. У мужчин появляются на втором уровне вредные привычки, он начинает квасить, выпивать. Это уже второй уровень нехватки энергии. Мужчина не может себя контролировать уже. Женщина становится холодной. На втором уровне нехватки энергии женщина становится одинокой. А мужчина становится, приобретает вредные привычки. А есть еще третий уровень нехватки энергии. И четвертый. На третьем уровне нехватки энергии женщина становится настолько чувствительной, что она не может уже строить отношения с мужчинами. А если она на третий уровень приходит, во время полового созревания, то она меняет пол. Мужчина тоже не может уже общаться с женщиной, потому что у него волевой фактор становится очень слабый. И он общается с мужчинами в половых отношениях. А четвертый уровень даже не хочу вам рассказывать. Потому что люди теряют возможность с людьми общаться. У них настолько энергетически останутся истощенными, и они заводят себе собачек и живут с ними. И такие люди тоже скоро появятся. И может быть себе организуют специальный пол там, или я не знаю, что там. Людям же как-то надо жить истощенным. Они не понимают, что нужна природа. Им надо как-то жить, и поэтому они вот себе организуют жизнь. Нехватка энергии воды — тотальное пьянство. Нехватка энергии воздуха — курение и кофе. Нехватка энергии солнца — наркотики. Азартные игры. И эти нехватки энергии не являются вредными привычками. Это если человек, который не хватает энергии воздуха, не будет курить, то он просто получит инфаркт, инсульт. То есть он в перенапряжении просто начнёт загибаться. Ему нужно снимать это ощущение перенапряжения. Это как лекарство для него курения. Если он начинает длительное движение совершать по определённому графику, это простая схема, то через 8-9 месяцев у него восстанавливается энергетическая структура, он бросает курить легко. Если человек в бассейн ходит и статические упражнения делает, то он бросает пить через какое-то время, потому что у него восстанавливается психическая структура. Если человек постится, потому что пост засасывает энергию солнца, человек ничего не жрёт, начинает солнцем питаться. Так же, как листья, растения питаются солнцем, так и человеческое тело тоже может солнцем питаться, если жрать нечего. И у человека появляется жизнерадостность, когда он постится. Допустим, я вечером поел, следующий раз в обед, у меня 16 часов перелёт. Это даёт возможность на восходящем солнце почувствовать радость. Организм включается постепенно. Когда ты привык с утра не кушать, уже не хочется кушать с утра, значит, ты начал питаться солнечной энергией. И очень хорошая работоспособность, настроение. Энергии солнца надо засасывать, учиться тоже в организме. Особенно с возрастом. Потому что маленькие дети, энергия засасывается легко. Тем более, что у них нет дезадаптации, они могут на улице бегать в мороз, ничего с ними не происходит. Они могут на солнце целый день, ничего с ними не происходит. Потому что идёт рост, энергия вся потребляется. Взрослый человек уже не может. У него истощение происходит. И это рушит всё в жизни человека. Нехватка энергии воды. Человек чувствительный, раздражительный. Женщина обижается. Мужчина гневается. Постоянное перенапряжение в отношениях. Нехватка энергии воздуха, холод в отношениях. Нет любви. Стена между людьми. Слой психофизический или энергетический слой, который восполняется с помощью энергии природы. У меня был такой случай, прямо на лекции. Муж с женой говорят, Олег Геннадьевич, у нас холод друг к другу. Нет чувства, что мы близкие люди. Не знаем, зачем нам жить. Астролог сказал, нет совместимости. Я на астрологов вообще не удивляюсь. Они всегда помогают разрушить семью. Надо как-то зарабатывать же. Что-то надо сказать, чтобы народ испугался. Я им знаешь, что посоветовал? Я им говорю, вы вот на лекции ко мне ходите, возьмите перед лекцией часик в парке, погуляйте просто вместе за ручку. Походите, погуляйте в парке. Через три дня лекции, на третий день они пришли, говорят, у нас всё восстановилось. Понимаете, насколько это серьёзная проблема в жизни? И насколько легко она решается? Если у вас, допустим, вы постоянно ругаетесь, ну в бассейне плавайте вместе. Через месяц уже отношения на 50% лучше будут. Конечно, не всё решается с помощью энергетического метода, но много чего решается. Два голодных человека могут быть счастливыми вместе. А два сытых? Шансов больше. Понимаете, вот об этом говорю. Есть энергетический голод, есть физический голод. Понятно, как бы, же надо и жрать. То есть, это тоже серьёзная тема. Вот, если жрать не даёт, она меня не любит скотину. Вот. Это тоже, как бы, надо понимать, что кушать тоже мы должны. Но вот именно энергетический голод сейчас главная проблема современной культуры, главная проблема. Итак, берём методичку, изучаем, начинаем по 10 дней, делать статические упражнения, длительное движение совершать, поститься, соблюдать режим дня, потому что, если поздно встаём, энергия воды испаряется в организме, солнце встаёт, ты лежишь, энергия воды испаряется, встаёшь не с той ноги, раздражительность повышает силу. Если поздно ложишься спать, если поздно встал, поселить поздно ляжешь спать, значит, тогда энергия воздуха уменьшается. То есть, ты поздно лёг спать, у тебя волевые функции страдать начинают, у тебя не хватает воли, ты не можешь добиться своего в жизни, тебя заставить что-то делать, у тебя нет сил в жизни, концентрацию, не можешь запомнить ничего, не можешь сосредоточиться. Ну, естественно, когда человек переутомляется, он хочет снять напряжение, также эмоциональное, потому что человек не может спать, ложиться в плохом настроении, не засыпает просто. Для того, чтобы поднять настроение, человек ест на ночь, ночной дожор начинается. Да, в результате лишний вес, лишний вес только от вечернего питания, ни больше, ни от чего. В 6 часов вечера нельзя есть многие продукты уже, потому что будет накапливаться нехватка энергии солнца резко. Солнце очень сильно включено в пищеварение. фактически энергия солнца переваривает пищу и усваивает ее. Вечером солнце садится, его нет. Соответственно, усваивать нечему. А что такое лишний вес? Это недоваренная пища. Это незаконченный цикл пищеварения. Почему незаконченный? Нечем заканчивать. Нет сил. Человек поел на ночь, все в жир ушло. Жир это первая стадия, доброкачественные опухоли вторая стадия, а злокачественные опухоли третья. Если есть жир, ждите доброкачественных опухолей. Если же есть доброкачественные, ждите злокачественные. Это три стадии нехватки энергии Солнца в организме Проявляются вот так вот А в отношениях это по-другому проявляется Женщина и мужчина не чувствуют друг друга красивыми Нет красоты, нет любви Любовь это энергия красоты Красота означает солнечный человек Жизнерадостность Жизнерадостность это способ отношения солнечной энергии Энергии красоты Это вторая стадия Нет красоты, нет радости в отношениях Третья стадия разочарование Надо обязательно опять пойти к астрологу Чтобы он сказал, что у вас несовместимость А на самом деле просто нехватка сил Давайте посмотрим Просто из древней культуры возьмем какую-нибудь песню И послушаем, как люди в древней культуре Наполнялись солнечной энергией Друг через друга Сейчас на улицу когда выходишь, что видишь? Небоскребы Небоскребы, машины Да? Людей видишь? Они чужие все Они не общаются, не здороваются В древней культуре, знаете, люди выходили, они здоровались друг с другом Встречались по вечерам Телевизоров не было Блохеров не было Все Все на улицу выходили Перми как раз песни Когда солнца нет, как получает солнце Видите, да? Последовательность Нет сил, нет отношений Разобрались с теми? Или нет? Вот и смотри, чего вам не хватает Если ругаетесь, значит энергии воды не хватает Если отмороженные, значит надо длительное движение совершать А если разочаровались друг с другом Тогда значит не хватает энергии солнца Нужно учиться радоваться людям вокруг Желать всем счастья Поститься Ночью перестать жрать Потому что энергия солнца сильно истощается от питания на ночь Человек эту энергию расходует, почем зря в организме Да? Я поняла, что ночью не жрать После шести не жрать Да И до скольки То есть утром тоже не жрать Ни утром, ни днем, никогда не жрать Почему утром-то не жрать? Почему утром-то? Почему у тебя тоже? Нет, вечером тоже можно Просто надо понять Есть энергии, которые есть пищи, которые очень много солнца берут на себя А есть пищи, которые мало Вот допустим мясо, рыба, яйца Зерновая пища, бобовая пища, молочная Много солнца на себя берут А овощи, фрукты, сухофрукты, зелень, орехи Незерновые крупы, такие как гречка, кинуа, пшено, амарантовая крупа Они много не берут на себя энергии солнца Орехи Можно эти пищи есть и нормально накушаться на ночь Вот этой пищей Ну надо в 10 лет Не позже 6 встал Позже 10 ложишься Начинаешь истощаться волевой фактор Будешь блондить, ходить по квартире Смотреть эти боевики Потому что, ну, женщины, конечно, они боевики не смотрят Они смотрят там Санта-Билиберзу Какую там всякую хрень вот эту Вот Ну, каждого свое Каждый свое что-то смотрит Женщинам же любовь нужна, а мужчине победа Это мужчина смотрит там Шварценеггера Я говорю, я тебе говорил, что я тебя отпущу Говорил, отпускаю Клининг Клининг Ну, примерно так Ну Вы поймите такую вещь Что вы сейчас решаете не те вопросы Вы сначала решите вопросы с энергией воды У вас очень сильный перегрев в организме идет И этот перегрев заставляет жрать вечером Или излишний секс Или напиться вина Ну, что-то придется делать, понимаете Одно из там вот этих трех А если вы в бассейн начнете ходить И статические упражнения делать То это все прекратится Или вы вечером пришли с работы Идите сразу под душ Или в ванну лучше лягте И вам сразу легче станет Вы почувствуете, что не так уже сильно проблемы А это нехватка энергии воды Еще и гневливость И не только в семье, допустим, у вас не так сильно выражено А на работе сильно Потому что у вас туда в работу это идет И если у вас нехватка энергии воды сильная То вы всех там порвете на работе Энергии много же Сильный человек И можно И все А надо просто водичка Помните, как и палит Матвей Под душу В одежде Перегрелся Пошел остывать Ванна Ванна, да 28 градусов 70 минут Все психическое тело Очищается 28 градусов За 70 минут 22 градуса 40 минут Да, да, да Я не буду сейчас технический вопрос рассказать Методички все написано 100 страниц методичка Почитали Все как бы изучили и делали У нас лекция не по очищению организма А по отношениям Я сейчас вот эту тему закрою И дальше следующую пойду Потому что там много причин конфликтов Не только нехватка энергии Это одна из главных причин Поэтому я ей уделяю много времени Тема ясна? Изучайте дальше То есть вам ясно, что есть проблема Теперь вам надо ее изучить Как ее убрать Для этого надо познакомиться с методологией Изучить все И начать это делать Получить результат Вплоть до глубоких вот этих вот обид Мы там можем рассуждать Что я там, он меня так сильно А я его не сильно И поэтому я обижен навсегда Но если ты начинаешь сидеть в воде просто То эта обида не становится гораздо меньше Ощущение обиды меньше А если ты в холодной воде еще меньше И так далее То есть обида означает Энергии воды не хватает Да, хватает, и человек спокойно И не так сильно обижается Помните Евдокимов Эмореску такую Говорит, я на одном берегу реки Там мой отец на другом Там веслом по башке дали Как бы Зачем он это сделал Ну то есть Послушайте, это у человека Очень много энергии воды Его вообще вывезти Из равновесия невозможно Он говорит, он мне веслом по башке дал Я ему вообще не трогал Ну то есть он не обижается В принципе Он удивляется Говорит, зачем он так сделал вообще Удивляется, он не обижается А это вот уже современная культура А им слушают Да Детям дали Гад-же-ты Такую игрушку Которая называется Гад-же-ты И с этими гадами Они там сидят и умирают Это им заменитель жизни Заменитель жизни Вот этот гад Заменяет жизнь И им надо развиваться Бегать, прыгать там Надо детей отдавать В секцию спортивную А если рядом с домом Нет ничего Нужно ехать очень далеко Ну сами гуляйте Ходите с ребенком Выходите, гуляйте Бегайте Эльзвитесь Любой ребенок любит свежий воздух Если и включить его Купите ему какой-нибудь самокат Или велосипед Еще что-нибудь Чтобы он рядом с вами катался На какой-нибудь Ну тогда все Если вы правильно Пускай сидит в гаджет И станет блогером С этой темой разобрались? Следующая тема Есть три слоя жизни Первый слой энергетический Второй социальный Третий духовный Во всех слоях Если люди не понимают Что делать Конфликт 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 вообще Означает Что я что-то не понимаю Вот допустим Я общаюсь со своей женой Конфликт Или с мамой Конфликт С дочкой конфликт С сыном конфликт Это не значит Что он козел Или я козел То есть Думаю То козел У меня конфликт То из нас козел Давай разберемся Нет Конфликт Означает Я чего-то Не допонимаю Все Больше он ничего Не обозначает Нет понимания Человека Вот допустим Конфликт Женщине 81 год У нее кончается жизнь Она очень сильно теряет энергию Стала сильно раздражительна Конфликт Что ты не допонимаешь Что ей жить осталось чуть-чуть Дай ей любовь свою Не обращай внимания на ее раздражительность Вот твое непонимание Вот и конфликт весь Что вы хотите от человека желать Если он уже все У него последние Последние уже Дни жизни Что от него желать Ему надо просто помочь Дожить и все Что от него ждать Если у него нет сил Или человек Идет Допустим Идет Раз встал Потом опять идет Опять встал Говорит Забыл Это нарушение Движения правной энергии Это возраст Надо длительное движение Такому человеку Чтобы у него все Навадилось Это альцгеймеры Полезность Начинает нехватка энергии Правной Нужно просто Длительное движение совершать Все заработает Опять нормально Нет смысла Там высмеивать человека Такого Просто Неправильный образ жизни Приводит к этому Следующий слой Социальной Жизни Социальной Первое правило Нет энергии Мы в отношениях Мы в отношения не лезем Ну то есть Нет энергии Нет отношений Вот маленький ребенок Он орет Вы ему не дадите То что ему надо Он будет орать все равно Надо решить вопрос С энергией Есть какие варианты Как вы говорите Спать надо Люди не высыпаются Будет хорошая гармоничная семья Или нет Нет Спать надо Сколько положено Если человек не высыпается Он станет раздражительным Так ребенок тоже Кушать Хочет кушать Человек хочет кушать Будет раздражительным Не хватает энергии Не хватает энергии Природы Ребенок надо везти на улицу Все С энергией разобрались Нет энергии Нет отношений Следующая Следующая тема Это социальные отношения Это чтобы эту тему понять Надо понять простую вещь Чего хочет человек Вот ты поселился вместе с женщиной Ну то есть взял ее замуж Ну то что ты от нее хочешь Это коню понятно даже Здесь не надо Тебе не надо объяснять Чего ты хочешь Но чего она хочет Вот в чем вопрос Или допустим Ты вышла замуж За мужчиной Вот чего ты от него хочешь Тебе объяснять Не надо Вот чего он хочет И давайте Чтобы понять Кто чего хочет Надо для этого Ну немножко погрузиться Вообще В смысл Человеческого рождения Вот для чего Рождаются мужчины Человеки Или женщины У человека Есть В целом Три энергии Есть энергия Вечности Жить хотят все И мужчины И женщины Она не является Основой Для какого-то рождения Есть энергия любви Или отношений Или желания Наслаждаться жизнью Когда человек хочет Любви Отношений И желания Наслаждаться жизнью Сильной есть Психики То человек Рождается женщиной Третья энергия Это энергия Знания Вечность Счастье Знания Три потребности Человеку Вечные потребности Человек всегда Хочет жить Он всегда Хочет любви Жить без любви Могут люди? Могут? Жить без любви Не могут люди Час без любви Пропащий час Нам хорошо Хорошо Когда мы любим И даже если Не любят Нас Без любви Не могут жить Знание Нужно? Почему человек Ночью не спит? Не может заснуть? Почему не может заснуть? Не хватает знания Он думает Не знает Что делать Все напокухое Не очень хорошо То есть Не он И он думает Знания не хватает Заснуть даже Не может И что еще? Хочется жить Хочется любви И хочется знать Желают знать Знать Что будет То есть люди Хотят знать Желание Энергия Знания Также означает Энергия Победы Преодоление Трудностей Это одна и та же Вещь То есть Знание Достигается С помощью Достижений Достигнуть Знания Прийти к нему Когда человек Хочет знания Он рождается В мужском теле Хочет любви В женском теле Хочет жить Рождается Без рождения Нет Знаний Так Теперь Что это значит Глубже Вот допустим Можно любить Злого человека Или нет Нет Ну вот собака Злая Можно любить Ну как ее любить Она злая Как ее любить А? Когда она злой Как? Она не будет злой Ну то есть Чтобы любить Надо Чтобы она не была злой Если она постоянно злая Можно любить Можно Нет Ладно Вы не поняли Вопросы Объясню по другому Маленькая девочка Вот маленькая Совсем девочка Она постоянно На всех смотрит И всем показывает Своим поведением Я хорошая Я хорошая Я добрая Я не злая Почему она так делает? Потому что ей нужна Любовь Ей нужна гармония Со всеми Она родилась Для любви Она хочет Наслаждаться Отношениями Ей нужно Чтобы на нее Смотрели Все видели Какая она Красивая Вот такая Еще совсем Один год Всего Девочки Она уже Так себя ведет Выбражает Глазки строит Со всеми Показывает Что я хорошая Так Мальчик Покажет Что он хороший Показывает Да им пофиг Мама его спрашивает Ты хороший Он говорит Нет У кого так Ребенок Мальчик Отвечает Понимите Он говорит Нет Я не хороший Потому что Ему это не надо А что ему надо Ему надо добиваться Своего Потому что Он рождается Для победы Мальчик рождается Для достижения Своего Мужчине нужно Своего Достигнуть Жизни А женщине Нужна Счастье Комфорт Любовь Расслабление Балдеж А если Девочка Говорит Я плохая А это Очень плохо Это означает Что у нее Женское начало Страдает Это не только Девочка Женщина Может сказать Я плохая Я плохая Значит она Не выйдет замуж Потому что Чтобы выйти замуж Надо Сначала Самой Понять Что ты красивая Вот Надо Смотреть В зеркало Думать Господи Какая красивая А они Дураки Не замечают Поднимите Девушке Вот Кого Такой Все Значит Все нормально Все нормально Значит У вас Работают Мозги Это Самое Это же Внушение Она Смотрит Я красивая Смотри Сюда Я красивая Я красивая Видишь Он такой Ага Через сердце Эта связь Происходит Через сердце Она всем доказывает Что она красивая Поэтому она должна Быть хорошей Плохой человек Не может быть Красивой Поэтому Девушка Хочет быть Хорошей Постоянно В гармонии Находиться Со всеми Теперь Допустим Муж Или мужчина Женщина Говорит Ты плохая Что дальше Она это Принято Вообще Когда Нет Поднимите Женщину Руку Которую Вы считаете Что Вы можете Принять Что Вы плохая Ни одна Не поняла Вы Можете Считать Что Вы плохая Мама Так Вам Говорит Кто Так Говорит Молодой Человек Говорит Ну-ка Иди Сюда Ой Какая Хорошая Девочка Ну-ка Дайте Я вам Сейчас Дам Мандаринку Счастье Вам Такая Хорошая Кто Так Говорит Что Плохая Посмотрите Какая Хорошая Садитесь Вам Нравится Что Он Так Говорит Или Нет А Я Его Обижаю Я Пытаюсь Вы Разочаровываетесь С ним Что Он Так Говорит Что Вы Плохая Я Думаю Что Он Так Говорит Потому Что Ему Тяжело Не Потому Что Вы Плохая А Потому Что Ему Тяжело Все Женщина Не Может Считать Себя Плохой У Него Не Состыкуется Это В Мозгах Женщина Всегда Хорошая А Если Она Плохая То Значит Ты Сам В Этом Виноват Так Женщина Или Нет Все Поняли Систему Мужчины Поняли Тигр Тигр Тигрицей Сидят Муж Женой Сидят Короче Поссорились Тигр Тигрица Говорит Ну Что Извиняться Будешь Тигр Такой Сейчас Настроюсь Она Говорит Хорошо Я Жду Проходит Какое Время Она Говорит Ну Что Настроился Он Говорит Да Извиняйся Такой Поворачивает Прости Моя Дорогая Что Ты Меня Укусила Да О чем Я Говорю Сейчас Я Говорю Об Отношениях О Правильных Отношениях Между Мужчиной Женщиной То есть Правильные Отношения Означают Женщина Не Может Быть Плохой Ей Трудно Может Быть Ей Тяжело Может Быть У Ней Могут Быть Какие-то Там Болезни Но Она Все Равно Хорошая Потому Что Если Женщину Считать Плохой Возможность Строить С ней Отношения Нет То есть Если Женщина Плохая Значит Она С тобой Не Будет Просто Иметь Дело Все Что Она Не Может Быть Плохой Она Всегда Хорошая Понятно Или Нет Мужчины Кивают С Трудом А Если Муж Так И Говорит Крови Всякие Там Плохие Качества Перечисляет Ленивая Такая Такая Вы Жалуетесь С ней Да Ну Давайте Я Мандаринку Дам Это Вторая Уже Да Хорошая Такая Хорошая Какая Она Хорошая Видите Все Хорошая Вы Хорошая Он Не Понимает Да Ну Ничего Он Поймется Время